Возраст не помеха для активной жизни. Такой посыл у республиканского конкурса «Мир активного долголетия». Его проводит Союз социальных работников Якутии. Кого сегодня принято считать долгожителями и в чем секрет счастливой жизни людей старшего возраста, знает Павел Танин. Долгожителями принято считать людей, чей возраст превышает величину средней продолжительности жизни. Сегодня он равен 70 годам. К 2030 году в Якутии этот показатель планируют увеличить до 77 лет. Об этом говорится в стратегическом указе главы республики, подписанном в конце прошлого месяца. Для того, чтобы достичь 77 лет благополучия, то мы должны делать все возможное в экономических вопросах. Это с доходами, условиями жизни, качеством жизни и так далее. Все это должно быть четко определено. Вот это они как критерии установлены. Но на продолжительность жизни каждого конкретного человека, как бы странно это ни звучало, влияет и сам этот человек, его настрой, образ жизни и прочее. А о том, как прожить свою жизнь долго и что делать, чтобы возраст не стал помехой радостям жизни, мы решили узнать у самих долгожителей. Люди пожилые считают, что надо очень долго лежать, отдыхать, а тогда будет здоровье. А это абсолютно неправильное мнение. Наоборот, надо двигаться, чтобы не заржавели, как бы, эти самые механизмы. Вот, и быть активным во всем. Главное, надо это, не нервничать, чтобы нормально, успокоенно быть. Я так думаю. К активной жизни старшее поколение призывает фотоконкурс, который проводит Союз социальных работников Якутии. Работа представлена в самых разных направлениях. Там некоторые бабушки, бабушки и дедушки, кто-то в огороде сидит, кто-то по просторе на волосах ходит, праздники играет, кто-то как связь поколения показывает, с внучками сидят, играют. Ну, в общем, такие позитивные фотографии. Ждем также таких фотографий от участников. Все поступившие работы организаторы представят на втором республиканском форуме «Активное долголетие», который пройдет 29 ноября в Якутске. Там же назовут имена победителей. Павел Танин, Евгений Логинов, НВК Саха, Якутск.